Здравствуйте! Вы смотрите новости в эфире телеканала ТДК-42. В студии Сергей Уланов и в начале выпуска коротко о главном. Обязательная вакцинация против коронавирусной инфекции проходит в Казахстане в рамках кодекса о здоровье народа. Об этом сообщили в Минюсте. Цены на нефть стремительно пошли вниз. Как это скажется на нашей экономике, почему ремонт на нефтеперерабатывающем заводе в Павлодаре перенесен. В морге инфекционной больницы столицы перепутали тела двух погибших от ковида мужчин. Покойного, которого должны были хоронить в Мурсултане, отправили в Тарас. Обязательная вакцинация против коронавирусной инфекции проходит в Казахстане в рамках кодекса о здоровье народа. Об этом сообщили в Минюсте. Но в Конституции написано, что вакцинация должна быть добровольной, а не принудительной. К слову, темпы вакцинации низкие. Поэтому власти Казахстана придумывают различные варианты стимулирования, проводят розыгрыши ценных призов среди получивших первый компонент вакцины. А тех, кто не хочет прививаться, могут оштрафовать. Добровольная вакцинация в Казахстане превратилась в обязательную. Противники нововведения усматривают в этом принуждение. А юристы говорят, что к понятию сферы услуг можно отнести каждого работающего казахстанца. В случае отказа от вакцинации против КВИ без медицинских противопоказаний вводится требование обязательного ПЦР-тестирования. В Минюсте полагают, что гарантируя права и свободы человека и гражданина, Конституция не исключает возможности их ограничения. Поэтому обязательная вакцинация не нарушает права казахстанцев, полагает в Минюсте. Поэтому Кодекс о здоровье народа и системе здравоохранения предусматривает возможность профилактических обязательных прививок, чтобы был выработан коллективный иммунитет. Поэтому действующая компания по противодействию пандемии коронавирусной инфекции путем вакцинации соответствует нормам действующего законодательства. Опрошенные ТДК жители столицы по-разному относятся к вакцинации. Одни видят в ней выход из пандемии, другие против прививок. Некоторые не верят в вакцине, потому что она недостаточно исследована и неизвестно, какие в будущем от нее могут быть последствия. Тем более коронавирус мутирует постоянно и нет гарантии, что эта вакцина будет действовать против других штаммов. Еще пугает то, что некоторые люди после вакцины все равно болеют, причем даже в тяжелой форме. И где тогда защита, удивляются скептики. Я считаю, что вакцинация это должно быть добровольное решение каждого человека. Мы живем в свободном Казахстане и мы вправе сами решать, нужна ли нам эта вакцина или нет. Тем более эта вакцина, она нас не спасает ни от этого вируса, не дает права ходить без масок. То есть смысл этой вакцинации это какая-то формальность идет, как пропуск, проезд в другие страны и пропуск на работу. Это реально идет как пропуск на работу. Не знаю, раз государство так решило, значит это, наверное, скорее всего, правильное. Потому что мы все под правительством, все под государством, нам некуда деваться. Молодые, старые, пожилые даже, молодые, особенно женщины, без маски, ну они, может быть, переболели, а все-таки являются переносчиком этой заразы. Поэтому обязательно надо вакцинироваться. Я думаю, что должно быть по закону, как так, оно же ведь не зарегистрировано нигде, в законе оно не прописано. Поэтому я считаю, что это принудительно, как бы все это заставляет. Но это, думаю, что неправильно. У каждого должно быть свое право. Поэтому думаю, что это как бы насилие над человеком. Это просто еще один способ выуживать деньги у обычных простых граждан. Для того, чтобы просто штрафовать еще одна штрафная санкция. Из нас просто делают, извините меня за выражение, козлами отпущения. Вот просто палка двух концов. На работу не пойдешь, денег нет, государство обеспечивать не будет. А штраф заплати, вакцину поставь. А какими чревато последствиями, неизвестно. И так выходит, что это только на словах. Никто не может вас заставить привиться от КБИ. Потому что отказывающихся от вакцинации или прохождения раз в неделю ПЦР-теста в качестве альтернативы ожидает штраф. Правда, здесь Минздрав все-таки оставил за нами призрачное право выбора. Либо вакцинироваться, либо проходить ПЦР-тестирование. По словам медиков, затраты на вакцинацию примерно в 10 раз меньше затрат на лечение инфекционного заболевания. Боурженший Ахмед, Ахмедер Ильясов, Столичное бюро, ТДК-42. Ремонт на нефтеперерабатывающем заводе в Павлодаре перенесен на сентябрь. Данное решение было принято в целях накопления комфортных объемов нефтепродуктов для обеспечения нужд сельхозпроизводителей при проведении осеннеполевых работ. Между тем, цены на нефть стремительно пошли вниз. Но как это скажется на нашей экономике, расскажем в следующем сюжете. Данное решение. Речь идет о десятках миллиардов долларов. В республике 3НПЗ тут перерабатывается сырая нефть, потом из ворот заводов выходят нефтепродукты. Бензин, дистопливо, битум, топливо для авиации и многое другое. Один из них, Павлодарский НПЗ, в сентябре идет на плановый ремонт вместо запланированного июля. Что касается нефтяных компаний с китайским участием, то будут ли продлены контракты с ними на недропользование, Минэнерго не сказал. Ответил только, что это строго, конфиденциально. А еще, что будет увеличено казахстанское содержание, на наших кадрах будет сделан большой акцент. Будут обеспечены равные условия труда казахстанских рабочих. Вместе с тем, согласно кодекса о недропользовании, при подписании контракта недропользователь имеет право, и мы просим его, чтобы реализовать какой-то инвестиционный проект. И все эти моменты будут рассматриваться при рассмотрении дальнейшего продления контракта или подписании какого-либо нового контракта с каким-либо недропользователем. Вот что касается как раз-таки наших рабочих и их прав. Буквально на днях наша съемочная группа снимала забастовку недовольных рабочих. Причина возмущения была в низкой оплате труда, неравных условиях, никудышный инвентарь, никакого карьерного продвижения. После недели забастовки на улице только накануне достигли соглашения. Сегодня сообщили, что им пообещали. Повышение зарплаты на 50%, доплата 25-35% при выполнении плана, выплата в 50 МРП. На санаторий и отдых, 30 МРП к профессиональным праздникам и нормальное оборудование. «Мы работаем 740 часов, вместо положенных 660 часов в месяц. Соответственно, хотим получать заработную плату с учётом переработки. Однако начальство отказывается». «Мы все хотим получать заработную плату в соответствии с законодательством. Как все. 200 тысяч тенге нам не хватает». А пока в Минэнерго намерены продолжить работу над поиском новых месторождений. «Земля наша богата на природные ископаемые, нефти на наш век хватит», – говорят специалисты. «Есть перспективные участки, где можно было бы добыть полезных ископаемых. Вместе с тем, Министерством экологии и геологии природных ресурсов прорабатываются планы по разведке, проведению геологических работ в малоизученных осадочных бассейнах, в том числе и в Казалатинской регионе, приорали». Что касается цен на нефть, то тут все сложно, как пишут в статусах. Объединенные Арабские Эмираты и Саудовская Аравия не нашли накануне общий язык. А потому переговоры ОПЕК по добыче нефти пришлось отменить. Ограничение на добычу должно было продлиться еще на 8 месяцев. И от этого решения зависят многие экономики мира. Наша в том числе. Если пару дней назад марка Brent пошла выше 75 долларов за баррель, то сегодня упала до 72 с небольшим. Как это скажется на нашей экономике, пока непонятно. Однако Казахстан заявил, что выступает за увеличение добычи. Договорятся ли горячие арабские парни, пока неизвестно. Бульнару Марова, Олег Писаренко, ТДК-42. В морге инфекционной больницы столицы перепутали тела двух погибших от ковида мужчин. Одному было 70 лет, другому 63. Мало того, что родственники испытали шок от кончины близких, так они испытали еще один шок, когда им привезли из морга не то тело. Более того, родственникам пришлось долго доказывать, что им привезли совершенно чужого человека. Крайне некрасивая история произошла в столице. В нескольких семьях случилась двойная беда. Сначала они потеряли близких, а потом чуть не похоронили чужих людей. В своем горе люди сначала просто не заметили, что им выдали не те тела. Похоже, в морге перепутали покойников. Подмену обнаружили родственники, которые увидели тело неизвестного им человека. Семья была в шоке, говорят родственники. Мы стоим перед могилой и все-таки решаем открыть лицо, чтобы попрощаться. И вы не представляете, какой мы испытали ужас, когда увидели, что лежит чужой человек. А что было бы, если бы мы не открыли лицо, удивляются родственники. Дети сказали, мы откроем. А когда открыли, выяснилось, что это другой человек. Мы подняли шум. И только тогда они признали, что перепутали тела. Мы спрашиваем, где тело. Они говорят, улетело в Тарас. О причинах, почему получилась столь щекотливая ситуация, пока не сообщается. Не исключено, что свою роль сыграл человеческий фактор. Сотрудников морга заставили заплатить лишние расходы. Ведь тело покойного, которое должны были хоронить в столице, по ошибке морга, самолетом отправили в Тарас. Когда обнаружили, что покойников перепутали, пришлось переправлять тело снова в столицу. А это потеря денег и времени. Пока разбирались, все пришедшие на похороны разошлись. Это же не животное. Нужно уважать покойных. Там было всего два тела. И они умудрились их перепутать. Метики сначала отрицали то, что перепутали тела. Но затем извинились перед родственниками. По их словам, в день от ковида редко погибают сразу два пациента. Тем более, свидетельство о смерти пишут врачи, которые работают в определенное время. А тела выдавала лаборант. Свидетельство о смерти выписали днем еще врачи. А вечером остается только один лаборант. Он показал умершего пациента, сыну, открыл лицо и показал. Девять вечера они приехали. Он открыл, показал. Он, сын, сказал, что это мой отец. И потом забрал. Мы просим прощения родственников, умерших пациентов. Приносим свои соболезнования. Ну, произошла такая ошибка. Родственники другой семьи из Тараза рассказали нам по телефону, что они заплатили ритуальной службе 250 тысяч. И после ошибки морга эту сумму им никто так и не компенсировал. Теперь родственники намерены судиться. Бауржан Шайхмед, Ахмедяр Ильянсов. Столичное бюро. ТДК-42. Далее короткая реклама. И вот, что вы увидите сразу после. В Западно-Казахстанской области вновь усилят карантин. Заболеваемость коронавирусной инфекции растет, а количество вакцинированных двумя компонентами составляет чуть более 10%. В октябре из-за вскрытой крыши сразу 40 квартир залило проливным дождем. Жильцы насчитывают многомиллионные убытки. Лето – пора новых покупок. Магазин электроники и бытовой техники «Мечта» объявляет о каскадных скидках до 12 июля. Выбирайте скидку 30% со второй, 50% на третий или 70% на четвертый товар. В «Мечте» вы сможете приобрести все от мобильных телефонов до холодильных камер. Выбрать то, что подходит именно вам, всегда помогут опытные продавцы-консультанты. Уважаемые жители и гости города, жаркие предложения наступившего лета. До 12 июля в магазинах «Мечты» покупайте товар с каскадными скидками и получайте купон на 50 тысяч на следующую покупку. Выбирайте каскадную скидку 30% на второй, 50% на третий или 70% на четвертый товар. С наименьшей стоимостью. Дополнительно к каждой покупке от 2000 тенге вы получаете купон на 50 тысяч на следующую покупку. Купон можно использовать сразу после получения. И это еще не все. Выгодная рассрочка до 24 месяцев. Без процентов комиссии и переплат. Приходите, мы будем рады вас видеть. Спешите сделать выгодную покупку. Магазин электроники и бытовой техники «Мечта» ждет вас по адресу. Улица Курмагаза, 69, в районе Центрального рынка и Сарамадатова, 10, дробь 1. В Западно-Казахстанской области вновь усилят карантин. Об этом сообщили на заседании оперативного штаба в Акимате региона. За последнюю неделю заболеваемость коронавирусной инфекцией выросла более чем на 40%. Акимобласти Галиис Калиев отметил, что новый дельта-штамм угрожает не только пожилым, но и молодым людям. В области ежесуточно регистрируют порядка 180 новых зараженных COVID-19. Из-за прироста больных на базе городской многопрофильной больницы развернут инфекционный стационар на 200 коек. Санитарные врачи сообщили, что с 10 июля будет запрещена работа аттракционов на открытом воздухе и аренда самокатов и картингов в парках, скверах и площадях. Загруженность инфекционных коек превысила 50%. Две трети мест заняты и в реанимационных отделениях. Врачи призывают население активно вакцинироваться. Выявляемые новые штаммы быстро прогрессируют. Коронавирусная инфекция является очень высококонтагиозным и тяжелым заболеванием и имеет молниеносные быстро прогрессирующие течения с тяжелыми осложнениями и летальным исходом. У переболевших ми часто отмечается снижение иммунитета, осложнение сопутствующих заболеваний, хронической патологии. За последнюю неделю мониторинговыми группами было проведено 136 рейдов. Охват составил 553 объекта. На 14 из них были выявлены нарушения. По ним составлено 16 административных протоколов на сумму около 2 миллионов тенге. Аким области Галий Скалиев заявил, что новый, более заразный штамм угрожает молодежи, а для пожилых людей он смертельно опасен. По области уже более 114 тысяч человек вакцинировалось. В целом неплохой показатель. Но до достижения их коллективного иммунитета, который по всем мире определен в размере 60%, нам еще далеко, поэтому на вакцинацию надо продолжать. Вакцина достаточно. Во всех поликлиниках, во всех населенных пунктах можно. Отметим, что полностью цикл вакцинации завершили 69 тысяч западноказахстанцев. Роман Копняев, Айбула Джигипар, Александр Грабарев, ТДК 42. В Западноказахстанской области выросли цены на газ. Уже с 1 июля люди начали платить по новому тарифу. В управлении энергетики отметили, что тариф изменился на основании приказа профильного министра. Оптовые цены увеличены на 15%. В результате в регионе газ подорожал почти на 12%. Отметим, что новый тариф может вызвать за собой повышение стоимости услуг АУЖЭК «Теплоэнерго». Тариф на газ для бытовых потребителей составляет 17 тенге, 21 тенге без ВНДС. Тариф на газ для юридических лиц составляет 17 тенге 84 тенге. Изменение тарифа произошло в связи с утверждением предельных цен оптовой реализации товарного газа на внутреннем рынке Казахстана. В Уральске вынесли приговор по делу о стрельбе возле одной из автозаправочных станций города. В инциденте приняли участие порядка 20 молодых людей. Выяснить отношения пытались две группировки. Участники одной из них принесли навстречу дробовик. В результате стрельбы один из парней остался на всю жизнь инвалидом. События вечера 20 октября 2020 года попали на кадры любительского видео. На них видно, что одного из парней преследуют вооруженные люди. В суде выяснилось, что один из участников инцидента за два дня до случившегося порезал другого, узнав, что тот нецензурно разговаривал с его супругой. Пострадавший обиду не терпел и взял с собой на разборку друзей. При этом прихватил огнестрельное ружье. С целью убийства в районе столовой Компот один раз выстрелил потерпевший обид, ранив его левый бок, от чего получил он тяжкие телесные повреждения. Тогда потерпевший обид, что выжид, спрятался в будке охранника, находящегося во дворе до плитсерис. При этом второй раз он не попадал, попал в здание столовой Компот. Один из участников инцидента, Реймбек Серико, выстрел из ружья и попал в бок Кемалю Абитову. Тот получил тяжелые травмы. Ему были удалены почка и селезенка. Дробь повредила печень, толстую прямую кишку, была пробита диафрагма грудной клетки и имелись переломы ребер. Судья при вынесении приговора учла все обстоятельства дела. Окончательно приговорен к 15 годам, 2 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении уголовной исполнительной системы чрезвычайной безопасности. Осужденный на Сапкале признан виновным также по факту хулиганства к 3 годам, 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в уголовной исполнительной системе средней безопасности. Еще один фигурант дела получил 2,5 года ограничения свободы с установлением пробационного контроля. Роман Копняев, Айбулат Джигипар, Александр Грабарев, ТДК-42. Мужчина умер после драки в Западно-Казахстанской области. Инцидент произошел в одном из сел района Байтирек. В полиции сообщили, что в драке приняло участие два человека. 26-летний мужчина нанес тяжкие телесные повреждения 31-летнему знакомому. От полученных травм пострадавший скончался в реанимационном отделении областной многопрофильной больницы. Полицейские выяснили, что ссора произошла из-за незаконного завладения имуществом. Погибший пытался вернуть принадлежащую ему вещь, но это ему не удалось и возникла драка. Подозреваемого установил участковый инспектор, который оперативно прибыл на место происшествия. По данному факту ведется досудебное расследование по части 3 статьи 106 Уголовного кодекса Республики Казахстан. Возможен поджог. В Уральске четыре семьи лишились крыши над головой из-за серьезного пожара. Люди утверждают, что виновником возгорания стал один из соседей, который разлил бензин и поджог. В обстоятельствах случившегося разбираются полицейские. Тем временем люди просят помощи в восстановлении своего жилья. Это кадры любительского видео. Они были сняты ночью 4 июля. Одна из жительниц дома по улице Спортивная 4 рассказывает, что их семья еле успела спастись от огня. Нуржамал Джалкатова отметила, что соседи поругались и сами подожгли дом. Ужас. У меня сейчас теперь крыша, все, балки, все сгорело. Я не могу туда пройтись. Я каждый день ночую и не знаю, когда она обвалится. Мать одного из пострадавших, которого соседи считают виновником возгорания, плачет. В результате пожара пострадали ее сын, невестка и внучка. Квартира практически полностью уничтожена огнем. Помощи людям тоже ждать неоткуда. Ребенок четырехмесячный в детской больнице в реанимации лежит. И сын в реанимации, и сноха в этой. Обожженные они. Сейчас в обстоятельствах случившегося разбираются полицейские. По данному факту назначено досудебное расследование по статье 202 Уголовного кодекса Республики Казахстан. Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества. Произошел пожар. На площади 60 квадратных метров с переходом огня на деревянную конструкцию. Стены и кровли на площади 100 квадратных метров. С последующим обрушением кровли на общей площади 60 квадратных метров. Все, кто может оказать помощь погорельцам, могут позвонить по телефону 8 702 861 69 22. Вторые сутки в Октубе бушует непогода. Практически не переставая льет дождь, а сверкают молнии и гремит гром. В районе Жилгородок из-за вскрытой крыши ливнем затопило сразу 40 квартир. Помочь пострадавшим подрядчики пока не могут. Ремонт старой крыши только начался. Но обещают компенсировать нанесенные стихии ущерб. Жалобы жильцов выслушала Лейла Уесова. В этом году на модернизацию старых домов в Жилгородке выделили 540 миллионов тенге. Это спонсорские средства. Тендер провели, подрядная организация приступила к ремонту. По словам жильцов 11 дома по улице Каратаева, крышу им разобрали еще 26 июня и обещали управиться за две недели. Однако проливные дожди внесли свои коррективы в работу строителей. Льет как из ведра. Утро у Татьяны Яшниковой началось вынужденной уборки. С тазами и тряпками женщина не расстается уже несколько часов. Сильный ливень затопил комнаты с потолка до пола. Намокли ковры и мебель. Замкнувшая люстра заморгала лампочками. Ущерб только в одной квартире тянет на 2 миллиона тенге. С трех ночи мы не спим, потому что тут как из ведра. Мы ведрами выливали, мы ведра. Мы только с люстрой вон в зале, мы 19 ведер вылили воды. Не считая здесь. Оно по счетчику, оно все. Вот даже в огоях, вот тут вода, вот оно все. Но вам обещают это отремонтировать? Они сказали, что будем разговаривать с каждым и решать от меры проблемы. Вот так они ответили. Решать в смысле деньгами вам? Ну я не знаю, как они сказали. Мы будем решать индивидуально с каждым. Потоки дождевой воды обрушились сразу на 40 квартир в жилгородке. Это три дома, попавших под программу реновации. Долгожданная модернизация обернулась настоящим кошмаром для жильцов верхних этажей. Кровлю в этих домах решили обновить. Но, как выяснилось, жильцы с самого начала были против такого ремонта. По их словам, старый шифер прослужил им полвека. И крыша никогда не протекала. Я лично была против. И все жильцы, которые тут, долгожители и пенсионеры, все были против. Они ничем пока не закрывают. Сейчас там полиэтилен какой-то кладут, не знаю. Вон, вчера завезли немножечко вот этого металлопрофиля, который вот так можно согнуть от ветра и вот так скрутить. 20 метров в секунду ветер, эту крышу как парус снесет, и она улетит. Такая легкая. И постели, и мебель, все плывет. И подъезды все залиты, и квартиры залиты. Свет сейчас отключили. Наверное, обрушатся потолки. Дом старый, ему 65 лет, он с 56-го года. Конечно, спасибо. Ремонт крыши надо было и ремонт делать. Ну, надо же, вы ответственные люди, надо же продумывать вперед. Прогноз же не зря был. Уже вчера шел дождь. Никто ничего не делает. Обычно кровлю меняют частично по секциям. Но в этот раз подрядчик пошел по более легкому пути. Старый шифер полностью сняли и застелили крышу пленкой. Но и она не спасла от потопа. Дождь пошел не вовремя, подмочив и репутацию подрядной организации. Теперь строителям придется за собственный счет делать ремонт в затопленных квартирах. Поскольку все дома были одновременно, были затруднения с материалами. То есть поэтапно, поочередно, по мере возможности закрывались все дома. Но, видимо, этот дом в связи с погодными условиями мы не успели. Между тем погода продолжает удивлять октябинцев неожиданными контрастами. Вслед за аномальной жарой вдруг резко похолодало. Температура упала до плюс 15. Поднялся шквальный ветер. По прогнозам синоптиков, затяжные дожди в областном центре скоро вновь сменятся ясной и жаркой погодой. Лайла Уэсова, Жумар Кудайбергенов, телеканал ТДК-42, Октубе. Это были все новости к этому часу. Смотрите нас в социальных сетях и на сайте tdk42.kz. Спасибо за внимание и до встречи в следующих выпусках. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Спонсор прогноза погоды – магазин «Ковры на Шолохово». «Ковры на Шолохово» – это роскошная изюминка любого интерьера. Наш адрес – город Уральск, улица Шолохова, 7Г. Телефон 8705-992-0207. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Спонсор прогноза погоды – магазин «Ковры на Шолохово». «Ковры на Шолохово» – это роскошная изюминка любого интерьера. Наш адрес – город Уральск, улица Шолохова, 7Г. Телефон 8705-992-0207. Продолжение следует... Продолжение следует...